Элементы цифровизации в регионе внедряются прежде всего для удобства людей, в чем смог убедиться вице-премьер страны. Так, в Актюбинском аэропорту установлен терминал по погашению задолженности, выезжающих за границу граждан. Сервис реализован по инициативе Генпрокуратуры совместно с Министерством юстиции, КНБ, Акционерным обществом Казпочта и Республиканской палатой судебных исполнителей. Таких терминалов в области пять. Здесь можно оплатить различные виды штрафов и пошлин, кроме элементов, пенсии и пособий. К слову, данной услугой уже воспользовали 46 человек. Процедура происходит в течение 30 минут. На сегодняшний день в Актюбинской области мы уже закрыли все сообщения, то есть авиасообщения, ЖД-сообщения и дорожные сообщения. То есть у нас в Жайсане сейчас установлено, в аэропорту и в Мугалжарском районе. Новые проекты Оскару Жумагалиеву были продемонстрированы и при посещении Актюбинского филиала Казпочты. Здесь для удобства запущен сайт строения. Иными словами, теперь у каждого жилого дома есть собственный портал, где можно получить всю необходимую информацию, начиная от социально значимых объектов, контактами обслуживающих компаний и заканчивая чатом жителей и объявлениями от Акимата и КСК. Кроме того, в регионе активно реализуется проект единого платежного документа. Инициатива уже внедрена в большей части города. Для удобства населения все коммунальные платежи собраны в одну квитанцию, что экономит время и деньги людей. Отметим, что перед коммунальными предприятиями региона также поставлена задача цифровизации. Я в Шенкенте. Полностью реализованы все датчики. Полностью информация снимается через промышленный интернет и в центральном аппарате анализируется. Три этапа. Это, значит, первый этап. Мы делаем станцию второго, третьего подъема. Потом, значит, по скважинам делаем. И общедомовые приборы учета воды. Все это будет, вот как вы в Шенкенте видели, тоже через интернет. Цифровизация в регионе активно применяется и в сфере здравоохранения. Так, в городской поликлинике номер 3 внедрена автоматизированная медицинская информационная система услуг Комкор. Причем сервис доступен и в мобильном приложении. Система внедрена в семи городских государственных поликлиниках, а также в Хабдинском, Алгинском и Мартукском районах. Она достаточно удобна для пациентов и самих медиков. После того, как результаты готовы, лаборатория в данной программе по ИИН находит ее амбулаторную карту электронную, вбивает туда результаты анализа. После этого мы сразу видим результаты анализа у себя. То есть мы видим электронный паспорт? Электронный паспорт, да. Мы видим столицу, да? Полностью лабораторный исследователь. Также я могу посмотреть ее флюороанализ. В городе 100% сейчас. В городе 100% флюорография только электронная. Да, и на всех поликлиниках. Новейшие информационные системы применяются на центральной станции скорой медицинской помощи в микрорайоне БАТ-С-2. Здесь действует уникальный колл-центр и ситуационный центр, оснащенный по последнему слову техники. Кроме того, станция оснащена современным парком неотложек. Что касается системы образования, то в регионе с 410 общеобразовательных школ в 360 внедрена программа Кунделек. Электронную систему с 1 апреля планируется запустить и в мобильном приложении. Программа значительно упрощает труд учителей, уменьшает рутинную бумажную работу. Кроме того, родители могут в любое время узнать успеваемость ребенка в электронном формате. К слову, в городской школе номер 68 в микрорайоне Балашак используется единая карта Банка Астаны. Она выдается всем ученикам бесплатно. С ее помощью школьник не только может попасть на занятия через турникеты у входа, но и пообедать в столовой. Причем для 6 тысяч городских детей льготных категорий питание бесплатное. Мы для них карточка обозначили, что они льготки с банком будут тестированы. И они приходят, и когда прикладывают, у них деньги не заверяют, просто для нас, и для нас, что льготки воспользуются своим льготком. И мы в конце месяца им опускаем за практически полученное питание. А у кого нет льгот, у них снимает он с одной карточкой. Почему мы говорим таким делом? Конечно, это Банка Астаны, это Ахтубин, это СМК, это СМК. Я хочу видеть, все эти карточки, другие карточки. Другие карточки можно доплатить. Образцовым учреждением по внедрению цифровизации можно считать Академию творчества. Все дети обучаются в кружках авиа-отсюда моделирования, сами конструируют автомобили. А ребята из кружка архитектуры и дизайна учатся в электронном формате делать макеты домов и приусадебных участков. В конце, когда у нас построится дом, у нас будут точные меры, то есть сколько кирпичей на это потратится, сколько бетона. То есть это все программа высчитывает, если правильно построить дом. С бумагой, если будут архитекторы, в дальнейшем они практически не будут общаться. По техническому надзору буквально мы недавно с Министерства инвестиций развития посмотрели. Они тоже показывают решения, где все и строители, и надзорные организации, и Акимат могут иметь доступ и контролировать ход строительства. То есть правильно то, что нам в цифровом плане учить детей, потому что другого, если они архитекторами будут, в будущем не будет. Кроме того, вице-премьеры страны ознакомили в здании народной канцелярии с реализацией ряда важнейших социальных задач в электронном формате. В частности, для решения проблем с общественным транспортом запущена работа Центра управления пассажирскими перевозками. Он контролирует работу автобусов с помощью GPS-трекеров. На каждой остановке планируется установить электронное информационное табло. Отметим, что в целом проект реализуется в два этапа. А второй этап – это электронное билетирование. Главный вопрос. Для этого у нас, вот для Ак-Тубе, вот специально мы отработали, мы не стали как Астана, Алмата покупать готовые Астру или там Лонай. Для этого платформу взяли, сейчас тестирование идет. Также с Каражем Агалиева ознакомились с реализацией проектов по геопорталу города Ак-Тубе и разъяснили внедрение концепции умного города. Николай Сырбов, Аманжелат Магамбетов, телеканал Ак-Тубе.